Добрый день всем! Это седьмое занятие по программе Adobe Premiere Pro версия CS6. Задача у нас будет такая. Мы должны будем научиться синхронизировать видеофайлы по их звуковой дорожке. Мы создаем новый проект. Мы выбираем папку, где у нас этот проект будет храниться. Сцена мастер-класс видеофайлы проектов. Назовем его видео 4. Вот мы выбрали эту папку и называем этот файл видео 4. Выбираем из созданных нами пресетов. Давайте выберем пресет 25 кадров в секунду, 1220 на 1080. То есть это у нас как в Full HD. Ваш пресет может быть назван по-другому или вообще там нет пресетов. Но это не страшно, поскольку сейчас мы с вами запустим проводник. И когда мы будем доставать видеофайлы, то вопрос о настройках в этом проекте и в этой последовательности, он все равно встанет. Итак, видеоматериалы исходники. Александр Геннадьевич Хакимов, мужской клуб. Ну давайте вот вытащим по одному файлу. То есть у меня есть два набора файлов одной и той же лекции. Итак, я вытаскиваю видеофайл один. И вот как раз возник этот вопрос. То есть мы либо сохраняем существующие установки, либо меняем установки под тот файл, который мы затягиваем. Это часто это разумно. То есть мы лучше сделать вот так, поскольку лучше, чтобы файлы обрабатывались в том режиме, точнее, ну как бы проект бы работал в том режиме, в котором записаны исходные файлы. Вот так я скажу. Почему я так часто это упоминаю, вот эти вот Sequence Settings и так далее? Только один маленький момент. Вот вы когда зайдете в Sequence Settings, да, здесь это есть, здесь поменять уже ничего невозможно, да. Вот видите, здесь оказывается 50 файмов, 50 кадров в секунду, да. Поэтому у нас вот в прошлый раз возник как бы вопрос из-за того, что почему у нас 50 кадров в секунду. Вот это видео снято на 50 кадров в секунду, да. И его и редактировать удобнее, потому что здесь вот когда мы приближаем сюда, наезжаем, мы от каждый кадр, да, мы его видим, что этот каждый кадр, это у нас отдельная картинка, да. И у нас нету никакого недопонимания с точки зрения того, что вот один раз мы перепрыгнули, да, с одной решеточки на другую, да, то есть вот как-то вот здесь вот так вот перепрыгнули. И вот здесь новая картинка, а вот здесь новая картинка, вот здесь новая картинка. Если установки видео и установки проекта разные, то там могут быть некие неоднозначности. Так, мы берем другие файлы и отсюда тоже вытягиваем первый файл. Давайте попробуем это сделать. Не уверен, по-моему, вот этот будет файл правильно. Да, все правильно. Итак, у нас два файла и нам нужно синхронизировать. И в каких случаях это может быть важно? Значит, случай номер один. Это когда у нас звук с одного потока лучше, а видео лучше с другого. Крайне редкая ситуация такая, вроде как на петличку иногда лучше вешать на лучшую камеру. Но бывает такая ситуация, что вот раз и звук записался на одну камеру, а аудио записалось на другую. Надо совмещать. Надо делать так, чтобы у нас и лучший звук, и лучшее видео как бы объединилось в проекте. Еще есть варианты. Бывает, что звук вообще не был как бы записан местами. И нам нужно восстанавливать звуковую дорожку с записи диктофона. И по каким-то отдельным участкам мы можем это восстановить. Ну, что там? Тут можно говорить много о теории, но у нас простая задача. Вот у нас два видео. Вот они, смотрите. Давайте мы их так сделаем, что вот у этого видео, чтобы мы понимали, что происходит. Опасити мы сделаем. Опасити – это непрозрачность. Еще раз акцентирую внимание, что термин «опасити» переводится как «непрозрачность». И вот, смотрите, они сейчас вместе будут идти. И вот вы слышите, что человек вроде как стоит вещает, но как бы не в попад. То есть звук идет и там, и там, но он не совпадает. Нам нужно сделать, чтобы это совпадало. Давайте посмотрим, что мы можем, как мы можем это сделать. Значит, прежде всего, вот помните такие вот хлопушки в фильмах, да? То есть такая вот шпок, да, такая вот штучка. И когда на съемочной площадке ими хлопают, и для чего же на самом деле это делается? Там тоже снимают с нескольких камер. И вот этот щелчок, он фиксируется на всех звуковозаписывающих устройствах. И потом по вот этому скачку, эти скачки вот здесь вот видны, что видно, что здесь вот звук как-то полгромче, да? Вот именно вот в этом месте, да? Вот я сейчас кликаю, да? Вы видите, где я кликаю. Вот из-за этого получается такая ситуация, что они могут, подвинув друг другу эти два скачка, каким-то образом синхронизировать. Мне вот кажется, смотрите, я так вот издалека смотрю на эти вот два видео, что вот здесь вот какой-то, как сказать, бочка, да? И вот здесь какая-то бочка. Давайте попробуем понять, это одна и та же бочка или это разные вещи, да? И вообще, что здесь происходит вообще? А знаете, очень похоже, да? Вот я как-то не подготовился, просто видео вам раз и записываю, да? Вот, а на самом деле, да, вот смотрите, здесь вот хлопки, да? Вот, только вот здесь вот хлопки вот чуть-чуть раньше начали, здесь чуть позже. И мне достаточно вот этих хлопки просто вот сюда под подвинуть, да? Вот чуть-чуть как-то, да? Вот, а вот дальше они и не двигаются, да? Вот, вот так вот, да? И все, и все дела, и вот синхронизация. Вот, слышите, да? То есть сейчас все хлопают одинаково. То есть на двух видео у нас сейчас звуковые дорожки вместе наложились, да? Так, теперь по поводу наложения. Я бы хотел еще кое-какой момент уточнить. Смотрите, если видео, они когда могут накладываться, только в том случае, если опасить его одного 50%, ну, как сказать, что как бы один полупрозрачный получается, и тогда мы видим вот так вот картинку, как бы в такое вот немножко непонятно, да? Да, Александр, два Александра, значит, у нас получилось, да? Вот, то, и конечно, мы сейчас это будем исправлять, и я расскажу, что мы там как будем делать. То звук, звук, да, он никогда друг друга не перекрывает, он просто вдруг вместе складывается. Это все равно, что, допустим, вот как в караоке, да, то есть вы включаете мелодию, включаете микрофон, и они вместе потом как бы выходят из колонок, да? То есть они друг другу не мешают. Видео, значит, друг другу как бы мешает, может перекрывать, а аудио никогда друг друга не перекрывает, а просто накладывается, да? Ну, так вот, значит, как синхронизировать, я уже, по-моему, раскрыл, да, вам секрет. То есть нужно найти какие-то одинаковые всплески, их потом оценить, понять, что действительно это то самое есть, и потом пододвинуть эти два видео, ну, в смысле подвинуть эти две дорожки, ну, как бы поставить друг напротив друга, вот так вот, да? Вот, давайте я вам еще небольшой секрет. Вот иногда начинаешь двигать и как-то теряешься, где ты нашел, что ты нашел. Вот берите вот так вот, да, вот там, где вы нашли какую-то точку. Вот, к примеру, я разобрал это все, да, вот так вот у меня было, да, и вот потерял это место, да, то есть теперь мне синхронизировать нужно снова. Я помню, что здесь где-то у меня хлопки начинаются. И вот я на начале хлопков вот здесь беру, а это у меня, по-моему, по вольвему, да, да, это по звуку, вот здесь делаю точечку просто такую-такую, чик, видите, точечку поставил, да, вот. Теперь я ищу точно такой же кусочек здесь, вот у меня эти хлопки здесь начались, да, вот здесь вот, да, и здесь тоже по вольвему я тоже делаю такую точечку, чик, вот такой вот секретик. И теперь эти точки, они просто здесь висят, мне просто нужно подвинуть два видео так когда просто наезжаешь уже не видишь где чё какие хлопки куда пошли то есть незаметно это да а вот здесь вот как бы раз и можно так вот приблизиться и вот ну очень точно как бы с позиционировать да что казалось что у тебя еще вот так вот лучше да вот эти две точки рядом находятся вот такие вот точечки они очень помогают как сказать выставлять то есть найти место то легко а потом выставить его вот это вопрос и так со звуком разобрались а давайте будем разбираться с видео значит первое видео возвращаем ему сто процентов опа сити вообще вот так вот можно этот вот циферблатик нажать еще раз нас говорит ты точно хочешь все точки убрать да и все он стер все 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 информацию вот пошло видео вот оно пошло вот предположим что вот нам вот досюда вы как бы в принципе вот это видео но не очень хорошо по головы отрезана до у человека но другого нету видите здесь просто не с ними не снято было эту камеру да что нам делать да как можно быстрее нам нужно перейти на это видео то есть как бы сюда перейти как мы поступим поступим мы следующим образом то есть мы вот здесь возьмем и у этого видео включим воли и включим opacity на только что уничтожили их сейчас мы их будем восстанавливать и вот постепенно постепенно через некоторое время opacity сделаем вторую точку вот в которой opacity у нас станет нулем то есть у нас как бы непрозрачность была стопроцентная да вот здесь вот да то есть полностью она была непрозрачная а потом она уменьшалась уменьшалась и дать там 77 процентов 63 процент видите что с картинкой происходит да и постепенно постепенно сошла непрозрачность и все и у прозра и непрозрачность ушла стала непрозрачность 0 то есть стал абсолютно прозрачный вот этот свой он сверху наложен то есть он ставлю что мы имеем вот раз и вот такое переключение между камерами мы имеем да еще раз вот все бы ничего но вот второй звук я бы честно говоря может быть просто даже и отключил просто отключил чтобы мне не мешал да вот вот такая вот история теперь когда у нас идет длинная лекция а снята к примеру на на две камеры то в принципе было бы хорошо было бы хорошо да чтобы у нас происходило переключение между этими камерами и вот человек рассказывал 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 вот он закончил рассказывать вот все побежали куда-то все это настраивать вот а вот александр иначе начал рассказывать уже лекцию да то есть вот его выход находим вот видите по вот этим скачкам опять же нахожу где же где же все таки он сказал первое слово да вот хорошо по у женская тема и так вот здесь вот вот в этот момент было бы хорошо переключить камеру то есть сделать акцент что вот начал начал началась другая тема и здесь опять же мы выходим на а по сети нашего верхнего как бы видео делаем одну точку делаем вторую на второй точке делаем сто процентов на об раз у нас произошло переключение да и вот она вот получилось да то есть получилось у нас как переход с одной камеры на другой вот такой вот мягкий и красивый значит что я бы хотел еще немножко рассказать про адоб премьер да вот смотрите снят видео на очень как бы ну темно в кадре да то есть ну вот явно что человек на камере не не умеет снимать да как-то не выставил он яркость контраст до диафрагму там или что-то 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 неправильно да и леса ну давайте эти поможем ему поможем и поправим да вот этот кусочек как это делается мы пользовались уже этим инструментом в прошлый раз давайте им еще раз и его попытаемся использовать это значит у нас видео эффекты это у нас color correction это у нас fast color correction и мы уберем этот фильтр и тянем на тот на то видео которое хотим поправить вот мы сейчас на на нем уже находимся вот помните да мы здесь сделали баланс белого да вот как то вот так вот мы кликали до по всем серым точкам пока мы не добились а нужного нам цвета вот по моему в конце концов выбрали вот здесь на доске белый цвет да вот но здесь в основной момент час не с цветом здесь основной момент у нас с яркостью да и ярко здесь поднимается с помощью input level да то есть вот здесь вот мы берем и вот таким вот образом видите немножко просветляется просветается просветляется и вот вполне достаточно да вот вот таким вот образом чтобы понять хорошо достаточно этого или нет мы сравним этот это видео с как бы со вторым да то есть у нас вот есть одно видео есть это есть второе видео видите они немножко разные по цвету то есть почему потому что здесь мы цвета и не выру выровняли давайте цвет теперь и здесь тоже подровняю паскова correction теперь мы выкладываем на видео да на видео один то есть то блок видео но теперь ведете вот эти вот эффекты они накладываются как вы поняли не на всю картинку не на все картинки которые есть а каждому конкретному видео эти фильтры накладываются и здесь я также кликаю в ту же самую точку вот и тем самым я добиваю чтобы у меня вот обратите внимание цвет стены да здесь и здесь цвет я не говорю сейчас яркость да а именно цвет одинаковый то есть тональность одинаково единственно что этот стена более блеклая то есть эта камера снимает более блеклая да и помните мы это уже делали на прошлом занятии мы взяли и здесь сатюрейшн подняли на 130 то есть я ввел вот эти числа сюда и теперь сравниваем изображение с этих двух камер здесь и вот здесь и мы видим что в общем то разница практически отсутствует да и вот таким образом можно монтировать лекцию ну в принципе в принципе все о чем я бы хотел рассказать вот в этом видео уроке сейчас я быстренько вспомним какие у нас не остались они закрытые темы скорее я подытожу а потом может быть что-то еще всплывет да то и что мы сделали мы синхронизировали аудио звуки по значит аплодисментам да вот мы их выставили здесь рядом друг с другом мы значит наложили как сказать об стали опасить и играться у двух видео у двух видео рядов то есть у нас видео один видео 2 это одна и та же картинка да и здесь мы у одной opacity вот здесь работала одна камера потом опасить убравила включилась вторая камера потом она работала работала видите на нуле шла попасть шоу на нуле до потом снова опасить выросла да и вот здесь снова включилась новая камера то есть еще 1 камера вторая камера снова первая камера да ну скажем так сверху вниз и считать на самом деле видео видео 2 работает видео 1 работает видео 2 работает и таким образом можно разнообразить ваш видео файл так что вот я вспомню что я хотел рассказать это ну как бы не то чтобы важный момент но просто может быть у вас возникнет вопрос на вот я честно говоря для меня у меня вопрос возник я долго не мог въехать вот в эту идею расположение видео дорожек видео дорожек в воду премьере то есть смотрите из видео 1 и аудио 1 да и вот эта дорожка как бы она здесь видео 2 и казалось бы вот она находится видео 2 а как бы сверху накладывается видео 1 и логично было бы чтобы аудио 2 тоже было сверху аудио 1 но почему-то она вниз уходит да то есть видите на как бы от центра сюда и сюда уходит да это как-то как-то неправильно как-то это не не по эксель нам да то есть не 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 по-людски даже да я так скажу вот как и но это такая логика и она объясняется очень простым языком на самом деле как правило используется только первое там максимум вторая дорожка и в общем-то желательно чтоб что-то рядышком было вот второй момент второй момент как я уже сказал об этом видео если дух на друга может каким-то образом как бы замещать то есть есть важен порядок здесь важен порядок какое видео надо каким находится да то есть если я сверху какое-то видео еще наложу но предположим да например вот какой-то возьму еще кусочек да вот сюда вода и помещу его да ну как-то слишком маленький кусочек взял вот какой-то такой да вот и взял и поместил сверху еще один кусочек но видите мне полностью перекрыл да ведь это темная картинка то есть это именно вот она вот и глазиком ее увидите то есть на полностью перекрывает все что лежит ниже то есть здесь важен порядок и 3 важнее чем 2 важнее 2 важнее чем 1 причем 3 важнее и 2 и 1 да то есть вот так вот вниз это как вот мы в сверху вниз в озеро смотрим да мы видим сначала только вот то что мы видим вообще только то что вот на поверхности чем глубже тем все становится не виднее не виднее не виднее да вот то есть вот из-за этого но мы можем конечно я уже рассказывал opacity менять вот здесь мы это opacity убрали как раз проявился вот этот вот нижний фон да вот так для видео это важно и поэтому порядок здесь вот важен наверх идет да а для аудио как я уже рассказывал как для караоке да это не важно то есть этот порядок здесь внизу абсолютно неважно здесь могут дорожки идти как угодно да то есть и поэтому здесь нету такой вот строгой но строгая есть последовательность то есть она идет от центра то есть циферки здесь идут вверх а здесь циферки идут вниз и в конце концов я смог это понять эту логику вот этих вот треков благодаря следующим что это как дерево понимаете то есть вот это ствол он здесь внутри идет до самое как бы основной а вот это вот как шкура до от него то есть это как бы ну следующее кольцо дерево третье кольцо четвертое кольцо и тогда что все это увеличивается 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 и таким образом как сказать структура этих дорожек она стала мне более-менее понятно надеюсь и вам тоже извините за вот такие философствования но очень просто хотел это рассказать спасибо вам большое за внимание надеюсь что мои уроки по адоб премьер вам помогут напишите пожалуйста в комментарии все что вы про них думаете думаете про меня я это первые мои видео уроки по премьеру вообще и завтра у меня состоится первый мастер-класс открытый по программе адоб премьер да возможно в будущем я опираясь на ваши комментарии я смогу смогу улучшить это и выложить более как бы удачный курс извините что так все долго и уверен что ну в общем-то несколько нудно до бонусом для вас будет последний видео урок он уже будет не по программе адоб премьер а по выкладке видео в на канал youtube и надеюсь что вы тоже посмотрите тоже он вам как бы понравится спасибо большое за внимание еще раз всех вам благ всего доброго